Здравствуйте, уважаемые коллеги! Какая разница лаборатории, в какую пробирку взяли кровь? Ведь взяли же! Сколько можно придираться, что кровь взяли недометки? Ведь надо-то всего-то один показатель измерить. Где мы опять разглядели гемолиз или сгусток? Ведь раньше всегда так брали кровь, и раньше претензий от лаборатории не было. Почему мы так долго возимся? Ведь дело-то минутное. И, наконец, наше любимое. Когда результат из лаборатории оказывается неожиданным для врача, то самая распространенная фраза такая. Опять в лаборатории что-то напутали. Вопросы одинаковые для подавляющего большинства лабораторий. Конечно, невежливо отвечать вопросом на вопрос, но в какой-то момент и мы обратились с вопросом к заказчикам лабораторных исследований. А вы знаете, что происходит с проверкой после того, как она попала в лабораторию? Вы уже догадались, какой был ответ. Поэтому сегодня мы не только ответим на наиболее типичные вопросы, но и постараемся открыть все или почти все тайны лабораторных исследований. Итак, от направления до результата один день из жизни проверки. Однако, прежде чем оказаться в лаборатории, было бы правильным заглянуть в процедурный кабинет, где происходит взятие биоматериала, в частности, венозная кровь, о которой мы сегодня в основном и будем говорить. И начинается первый этап любого лабораторного исследования – преаналитический, вне лабораторный. На наш взгляд, это самый важный этап в подавляющем большинстве лабораторных исследований. Ведь от того, насколько добросовестно или пренебрежительно будут выполнены процедуры преаналитического этапа, зависит конечный результат лабораторного анализа. И тем не менее, сегодня мы не будем говорить об азбучных, хорошо всем известных истинах, а именно, что перед взятием крови необходимо подготовить рабочее место, обеспечить наличие расходных материалов и антисептиков с хорошими сроками годности, обеспечить конфиденциальность, безопасность и по возможности комфорт для пациента, ну и, конечно, организовать собственные удобства для проведения процедуры взятия крови – флеботомии. Мы не будем говорить о том, насколько важна идентификация пациента перед взятием крови, и что для достоверной идентификации необходимо использовать как минимум два критерия – фамилия, имя, отчество пациента и его дату рождения. Мы не будем говорить о требованиях к необходимой информации на этикетке, которой маркируется пробирка. И о правилах прикрепления этикетки к пробирке мы тоже говорить не будем. Мы не будем говорить о том, насколько важное значение имеет подготовка пациента к сдаче крови для проведения лабораторных анализов. Что от соблюдения режима питания накануне исследования, а именно отказа от жирной, соленой, копченой, сладкой, горькой и любой другой чрезмерной пищевой нагрузки зависит достоверность результата исследования. Что сдача крови натощак, то есть минимальное 12-часовое голодание, является обязательным стандартом для плановых лабораторных исследований. Мы не будем говорить, что физическую активность, которая относится не только к занятиям спортом, но также к посещению бань и саун, массажных кабинетов накануне исследования следует ограничить. Мы не будем говорить о том, что взятие крови необходимо проводить до приема медикаментов и проведения лечебно-диагностических процедур. И, конечно, что стабильное психоэмоциональное состояние играет не последнюю роль при подготовке к сдаче крови. Мы не будем говорить о том, что правильная обработка ваших рук перед флеботомией не только обязательное условие соблюдения требований санитарно-эпидемического режима, но и процедура, которая успокаивает пациента, и самую малость, но снижает его стрессовое состояние. Мы не будем говорить об общеизвестных правилах наложения жгута и о том, что если есть такая возможность, то от жгута лучше полностью отказаться. Мы не будем говорить о выборе места пункции, хотя от него зависит и удовлетворенность пациента, и качество полученной пробы крови. Мы не будем говорить об особенностях обеззараживания места пункции, потому что вы прекрасно знаете, что правильно проведенная дезинфекция также снижает риск гемолиза и уменьшает болевые ощущения у пациента. И, конечно, мы не будем говорить, собственно, о венопункции, так как вы в этом вопросе обладаете гораздо большей квалификацией, чем мы. Пожалуй, единственное, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это на предпочтительное использование безопасных приспособлений для взятия крови и безопасных, в первую очередь, для вас. Это вакуумная система, аспирационная система и иглы-бабочки. Забегая чуть вперед, скажу, что мы не будем говорить о необходимости заботы о пациентке после взятия крови, а именно о наложении стерильной салфетки на место инъекции, ее фиксации и о напоминании пациенту, что после процедуры, хоть на первый взгляд и не очень травматичной, необходимо отдохнуть. И о подготовке проб к транспортировке ввиду ограниченности во времени мы тоже, к сожалению, говорить не будем. А вот на некоторых моментах, на которые необходимо обратить внимание при взятии крови, мы поговорим. И поговорим, опираясь в основном на многочисленные регламентирующие нормативные документы и на наш скромный опыт. Но для начала несколько слов о нашем отделении лабораторной диагностики. Наша лаборатория выполняет исследования исключительно для стационарных и амбулаторных подразделений нашего центра. А так как коечный фонд в нашем центре невелик, то и поток в лаборатории небольшой – до 1000 проб в день. Номенклатура исследований стандартная – биохимические, иммунологические, коагологические, гематологические, общеклинические и микробиологические исследования. Оборудование современное, высококачественное, но типовое, уникальных анализаторов нет. Имеется лабораторно-информационная система, однако сейчас в связи с переходом на новый МИС в центре используется исключительно внутри лабораторной. Коллектив обычный, женский. Начнем плясать от печки, от направления, то есть от заявки на лабораторное исследование. Казалось бы, о том, какая информация должна в обязательном порядке содержаться в направлении, все сказано, все написано, но по никому неведомым причинам не всегда выполняется. В случае, когда заявка на лабораторное исследование поступает в электронном виде, в виде посредством информационных систем, как правило, в ней есть все необходимые для лаборатории данные. А вот когда направление заполняется вручную, начинаются трудности. Наша лаборатория, как, наверное, большинство лабораторий, не видит пациента, не имеет возможности с ним пообщаться, задать уточняющие вопросы. И любая информация, содержащаяся в направлении, то, что называется, на вес золота. Для ряда исследований крайне важно знать рост и вес пациента, фазу менструального цикла у женщин, регулярно принимаемые лекарственные препараты, наличие гемотрансмиссивных инфекций в анамнезе. Но без сведений о поле, возрасте и в идеальном варианте предполагаемом диагнозе проведение качественной валидации полученного результата исследования ставится под угрозу. Следующий принципиальный момент на вне лабораторном этапе связан с тем, в какую пробирку брать кровь и в какой последовательности. Как вы знаете, цвет у пробирок разный не только для красоты. Основная цель цветовой кодировки пробирок – быстрая визуальная ориентация в реагентах, содержащихся в них, и, соответственно, в исследованиях, которые можно выполнить из той или иной пробирки. Наиболее часто в клинической лабораторной диагностике используются следующие. Голубые пробирки – они содержат цитрат натрия и предназначены для получения плазмы. Используются для исследований показателей гемостаза. Красные пробирки – содержат активатор свертывания, предназначенные для получения сыворотки и широко используются в биохимических, иммунологических, микробиологических исследованиях. Желтые пробирки – содержат активатор свертывания и разделительный гель. Они также предназначены для получения сыворотки. Разделительный гель, содержащийся в пробирке, создает разделительный барьер между сывороткой и сгустком, что особенно важно при транспортировке образцов крови. Зеленые пробирки содержат гепарин, препятствующий образованию сгусткой, предназначенный для определения газового состава крови, электролитов, алкоголя. Сиреневые пробирки содержат этилен диамин тетраацетат, ЭДТА, который также препятствует образованию сгустка и используется в случаях, когда важно изучать цельную кровь. Чаще всего это клинический анализ крови, определение СОЭ-ПЦ-расследований. Серые пробирки содержат ингибиторы гликолиза и чаще всего используются для определения глюкозы и лактата. Таким образом, набирая кровь в пробирку того или иного цвета, вы программируете лабораторию на те исследования, которые можно будет выполнить. То есть из пробирки, предназначенной для получения сыворотки, никогда не получится определить показатели гемостаза. А из пробирки с цельной кровью нельзя выполнить биохимические и иммунологические исследования. Не менее важным моментом является очередность наполнения пробирок. Как мы уже говорили, в каждой пробирке присутствует тот или иной реагент. Несоблюдение рекомендуемой последовательности заполнения пробирок может привести к переносу наполнителя из одной пробирки в другую и как следствие к искажению результата анализа. К примеру, в пробирках с крышками фиолетового цвета содержится ЭДТА – реагент на основе соли калия. При попадании в пробирку, кровь из которой планируется исследовать на уровень калия, этот показатель может измениться. Таким образом, нормальное содержание калия в крови может определиться как высокое – гиперкалиемия, а низкое – как нормальное. Напомню, что калий – это микроэлемент, участвующий в регуляции водно-солевого обмена и содержащийся в основном во внутриклеточной жидкости. Неправильная интерпретация этого показателя может привести к неправильно поставленному диагнозу, неправильному лечению и, как следствие, к ухудшению состояния пациента. Другой пример – перенос реагента антикоагулянта в пробирку с голубой крышкой, в которую набирают кровь для коагулологического исследования, опасен тем, что результат будет изменен в сторону увеличения времени свертывания. Это может привести к ложному суждению о процессе гемостаза у здорового человека или к снижению требуемой дозы крови разжижающего препарата, у нуждающегося в нем больного, и, как следствие, повышению риска инфаркта или инсульта. Еще один пример. Заполнение пробирки для посева крови на стерильность после отбора других проб чревато попаданием микроорганизмов и ложноположительным результатом анализа. Это может привести к необоснованному назначению антимикробных препаратов, которые, в свою очередь, имеют очень строгие показания для назначения. Итак, порядок наполнения пробирок крови должен выползняться неукоснительно. С порядком наполнения пробирок разобрались. Теперь поговорим о необходимом количестве набираемой в крови пробирки. Можно было бы сказать, что по требованию действующих нормативных документов, а также в соответствии с инструкциями производителей пробирок, необходимо набирать кровь строго до метки и поставить точку. Но мы поставим запятую и узнаем, в чем сила метки. Итак, вы помните, что в пробирках того или иного цвета присутствуют специальные реагенты, предназначенные для определенных целей. Нарушение соотношения крови и реагентов пробирки с цитратом натрия – это крышка голубого цвета – скажется на изменении протромбинного времени, соответственно, протромбинного индекса и АЧТВ, то есть на показателях свертывающей системы крови, служащих маркерами развития тромбоза или кровотечения. Если пробирка сиреневого цвета заполнена кровью не до метки, эффективная концентрация ЭДТА окажется неподходящей для приготовления мазка периферической крови, который предназначен для дифференциального подсчета популяции лейкоцита и описания морфологии клеток крови. Нарушение соотношения крови с антикоагулянтом в пробирках зеленого и серого цветов приведет к занижению измеряемых показателей за счет образовавшегося избытка антикоагулянтов. Менее критичная ситуация с пробирками желтого и красного цветов, в которых содержится активатор свертывания и которые предназначены для получения сыворотки. Если объем крови будет недостаточным, то, соответственно, и получившейся сыворотки будет немного, и ее попросту может не хватить на все запланированные исследования. Следующий важный момент. После заполнения пробирки кровью требуется ее аккуратное перемешивание для оптимального взаимодействия реагента, находящегося в пробирке, с кровью. Почему нельзя просто встряхнуть пробирку несколько раз? Представьте, что вы встряхиваете бутылку с молоком. Что произойдет? Правильно, образование пена. И с кровью то же самое. А еще в пробирках с активатором свертывания произойдет разрушение эритроцитов, превращающих нормальную сыворотку в гемолизированную. А в пробирках с антикоагулянтом образуются сгустки, делающие пробу непригодные для использования. Каковы же правила перемешивания? Если пробирка только одна, то наполните пробирку кровью до метки и аккуратно переверните требуемое количество раз. Если пробирок несколько, то заполните первую, аккуратно переверните один раз, поставьте в штатив. Наполните следующую пробирку и ее также аккуратно переверните и поставьте в штатив. После того, как все пробирки заполнены, аккуратно перевернуты по одному разу и стоят в штативе, нужно перемешать их еще требуемое количество раз. Можно ли перемешать потом, после заполнения всех пробирок? Нежелательно, так как реагент, находящийся в пробирке, будет неравномерно контактировать с кровью, и результат может быть искажен. И вот, наконец, внелабораторный преаналитический этап подходит к концу. Направление на лабораторное исследование содержит всю необходимую информацию. Кровь визита у подготовленного к исследованию пациентов пробирки в требуемой последовательности, до метки. Пробирки аккуратно перемешаны необходимое количество раз, промаркированы и полностью готовы к отправке в лабораторию. После того, какой труд был вложен в преаналитический этап, наверное, не так просто расстаться с такой образцовой пробой крови. Ведь она, проба, попадет в лабораторию, где лаборанты, если не пьют чай с баранками, то что-то мудрят. Перемешивают, переливают, тетруют. Надо сказать, что и раньше лабораторный труд выглядел не совсем так. И сотрудники лаборатории бережно, тщательно, уважительно изучали биоматериал с применением имеющихся для своего времени технических решений. И надо сказать, что многие методы и методики лабораторных исследований используются сейчас, спустя многие десятилетия с момента их внедрения, в практически неизмененном виде. Нынешняя клиническая лаборатория – это современное, высокотехнологичное, высокопроизводительное, высокоточное оборудование. Это информатизация и цифровизация. И, конечно, это высококвалифицированный персонал, регулярный и с удовольствием, осваивающий новые методы исследований и новые анализаторы. И да, теперь вместо трубиного самовара у нас электрические чайники и кофемашины. Итак, пробы с кровью поступили в лабораторию. С этого момента мы будем акцентироваться на многих моментах и, конечно, на времени, которое затрачивается на выполнение той или иной манипуляции. После поступления образцов в лабораторию начинается следующий этап – прианалитический лабораторный. На этом этапе происходит прием биоматериала, его первичная визуальная оценка и сортировка. Если все хорошо, проба прошла идентификацию, этикетка в наличии читается и наклеена правильно, если уровень забранной крови в пробирке удовлетворительный, то время, затраченное на осмотр одной пробы, составит меньше минуты. А вот в случае, если что-то пошло не так и нет возможности устранить выявленный дефект, то проба выбраковывается. Когда регистрация биоматериала осуществляется в автоматическом режиме, проблем, как правило, не возникает. Если же это более традиционные бумажные направления, то здесь могут быть различные варианты развития событий, вплоть до выбраковки пробы. Проба прошла первичный визуальный контроль, регистрацию и принята в работу. Если это общий клинический анализ крови, то пробирка с СДТА с сиреневой крышкой отправится на исследование прямо в анализатор. Если же для выполнения исследовательской задачи требуется сыворотка или плазма, то требуется пробоподготовка, и пробирка отправляется на центрифугирование. Напомню, что центрифугирование – это способ разделения неоднородных дисперсных жидких систем на фракции по плотности под действием центробежной силы. В результате центрифугирование в пробирках с центратом образуется в плазму, а в пробирках с активатором свертывания – сыворотка. И прежде чем передать подготовленные для исследования пробы крови для дальнейшего исследования, проводится еще одна визуальная оценка каждого образца. Прежде всего оценивается наличие гемолиза. Гемолиз в большей или меньшей степени влияет на все измеряемые аналиты. Причин образования гемолиза не так много, и предупредить его появление не так сложно, если придерживаться правил на внелабораторном этапе. В последнее время с развитием централизации клинических лабораторий активно внедряется понятие «индекс гемоли». Это некий индикатор качества введения внелабораторного прианалитического этапа. Но необходимо отметить, что гемолиз может быть обусловлен и состоянием пациента, например, при гемолитическом синдроме, резких скачках давления, патологии мембраны эритроцитов или, в принципе, в младенческом возрасте. Хелиоз – это состояние, при котором повышено содержание триглицеридов и в большинстве случаев связано с чрезмерным употреблением жирной пищи перед сдачей крови. Согласитесь, что и с этой проблемой тоже можно избежать. Несколько другая ситуация с эктеричностью. Это состояние, при котором за счет высокого содержания билирубина и его производных в образце свет сыворотки меняется на ярко-желтый. Причина эктеричности, как правило, связана с патологией, поражением гепатобилиарной системы, наследственными или аутоиммунными заболеваниями. Еще один момент, на который лаборатория обращает внимание перед постановкой образца на борт анализатора – это наличие сгустка. Если сгусток виден невооруженным глазом, то это небольшая проблема, и используя нехитрые приемы, его можно извлечь из пробирки. А если это микросгусток, незаметный при осмотре? В этом случае может случиться беда. Сгусток попадет в правозаборник, закупорит его, и анализатор выйдет из строя. Исследования будут приостановлены, врачи не получат информацию о состоянии пациента. Профилактика образования сгустков нехитрая. То самое аккуратно перемешиваемые пробирки, требуемое количество раз. Стараться не отвлекаться во время взятия крови и не затягивать процедуру. И, конечно, ни при каких обстоятельствах не переливать кровь, взятую шприцем, в пробирку. Проба полностью подготовлена к исследованию. Начинается следующий этап – аналитический, в котором происходит, собственно, выполнение анализа. Однако, перед тем, как поставить пробирку в анализатор, требуется предпринять ряд действий. Прежде всего, необходимо подготовить оборудование и реактивы к работе. Затем провести обязательный ежедневный многоуровневый внутрилабораторный контроль качества и убедиться, что методика идет правильно, и что полученные результаты будут достоверны. Если же во время проведения внутрилабораторного контроля качества выясняется, что какой-то показатель отклонился от заданных параметров, требуется откалибровать методику и провести повторный контроль. И только после выполнения перечисленных манипуляций можно начинать исследование на анализаторе. Все лабораторные исследования можно условно разделить на три большие группы. Количественные исследования. В результате их проведения измеряется уровень содержания в крови того или иного аналита. Это все биохимические, коглологические, монологические показатели. Полуколичественные исследования. Здесь определяется наличие или отсутствие чего-либо. Например, антителоконфекции, антигеновозбудлития, наличие нуклеиновой кислоты микроорганизма. Качественные исследования дают информацию о свойствах изучаемого объекта. И классическим примером является изучение морфологии клеток крови, костного мозга, мочевого осадка. Очевидно, что время, затраченное на проведение исследования, будет зависеть от целого ряда факторов. Таких как мощность и производительность оборудования, длительность выполнения того или иного анализа, числа определяемых параметров и необходимости дополнительного разведения образца. Время, требуемое для выполнения качественных тестов, безусловно, зависит от качества приготовленного препарата и от квалификации врача лабораторной диагностики. Анализ выполнен, получен результат, и, казалось бы, что данные можно передать лечащему доктору. Но приходит время постаналитического этапа, в котором требуется валидировать полученный результат, то есть доказать, что выполненный анализ достоверен, биологически вероятен и правдоподобен. Что это означает в повседневной практике? Проще всего показать на конкретных примерах. Но прежде всего мне хотелось бы отметить, что найти такие примеры в нашей ежедневной работе было достаточно затруднительно, поскольку уровень ведения при аналитике, от которого зависит достоверность результата, в нашем центре находится на достаточно высоком уровне. И, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность и признательность за качество доставляемого в лабораторию биоматериала нашим медсёстрам и медбратьям. Итак, примеры. Приношу свои извинения за качество фотографий, так как снимки приходилось делать с монитора. Перед вами история результатов клинического анализа крови пациента стационара за 4 дня. Прошу обратить особое внимание на выделенную синим цветом строчку. Это тромбоциты. Наиболее показательным в этом примере параметр. 31 марта, 1 апреля количество клеток крови, в том числе и тромбоцитов, коррелирует между собой. 2 апреля уровень практически всех показателей, но в особенности тромбоцитов, снижается. Врачи лаборатории, валидирующие результат, просят повторить взятие крови, предполагая, что произошла какая-то ошибка. Материал присылают на исследование повторно и выясняется, что уровень клеток крови, в том числе и тромбоцитов, действительно снизился. Ну что ж, человек находится в стационаре, и ухудшение состояния, а соответственно и изменение лабораторных показателей имеет право быть. Однако на следующий день, 3 апреля, количество клеток крови, и в том числе и тромбоцитов, возвращается к искомому. Что же произошло? Однозначно сказать сложно, но наиболее вероятная причина – это то, что кровь была взята из вены шприцом, а затем перелита в проверку. Как вы помните, это категорически недопустимо. Следующий пример. Перед вами история результатов уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови. Показатель в этом примере выступающий как маркер эффективности противоопухолевой терапии. Как видно цифры, 20 и 21 марта крайне высокие – более 30 тысяч международных единиц на миллилитр, при норме до 6. И вдруг 25 марта отмечается резкое снижение уровня АФП. Терапия оказалась эффективной. К сожалению, на следующий день выясняется, что нет. Наиболее вероятной причиной было нарушение идентификации пациента, и кровь взяли у другого человека. Биохимический анализ крови. Сравниваем показатели за 9 и 10 апреля. Не возникает ощущения, что кровь как будто разбавлена, например, физраствором. Повторное взятие крови у того же пациента спустя некоторое время подтверждает предположение врачей лаборатории. Как быть, если нет истории и результата анализов? Как валидировать полученные данные? Основной расчет на то, что преаналитические процедуры, о которых мы говорили ранее, выполнены правильно. Аналитический этап проведен безупречно. И квалификация врачей лабораторной диагностики по совокупности результатов различных лабораторных исследований позволит сделать правильное заключение. И вот, наконец, после проведения всех этапов лабораторного исследования, внелабораторного-прианалитического, лабораторного-прианалитического, аналитического и постаналитического, результат исследования передается лечащему врачу. Но на этом не у каждой из пробирок заканчивается путь. Действительно, час передается на утилизации. Некоторые поступают на краткосрочное хранение, а некоторые подвергаются глубокой заморозке и отправляются на долгосрочное хранение. От направления до результата. Один день из жизни пробирки. Благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, то я попробую на них ответить. Продолжение следует...